МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас жених и три невесты. Это стеснительная бизнес-леди Татьяна, жертвенная муза Ольга и нерешительная мечтательница Лариса. А жених у нас Андрей. Давайте посмотрим. Андрей, 47 лет. Был женат дважды. Первый брак по молодости. Со второй женой чувствовал себя крайне одиноко. Завел любовницу, но и с ней ему не доставало душевного тепла. Решил расстаться с обеими. Сейчас специалист по внешней торговле в нефтегазовой компании. Живет с бывшей супругой и дочерью в одной квартире. Андрей не готов взять в жены слишком молодую девушку. Он женится только на состоявшейся женщине, которая уже имеет опыт семейной жизни и четко понимает, как нужно обращаться с мужчиной. Давайте встретим Андрея. Мы ждем вас. Добрый вечер. Здрасте. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Как-то неудобно без суетов. Прошу вас. Спасибо. 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 Лариса, ну как у тебя первые впечатления о женихе? Солидно. Солидно. Андрей, как можно быть одиноким в любовном треугольнике-то? Получилось так, что дважды был жена, дважды разведен. Первый брак, к сожалению, распался, потому что рано поженились, 22 года, и, соответственно, торопились делать карьеру, и брак распался. Второй брак уже был осознанный в 30 лет, уже родился ребенок. Прожили вместе 15 лет, но как-то так оказалось, что прошли параллельным курсом. Ну, в конечном итоге, когда дети выросли, у супруги был сын, которого я тоже воспитывал, и оказалось, что... То есть вы взяли женщину с ребенком? Да. Что оказалось? И оказалось, что различные интересы, различные взгляды на жизнь, то есть когда уже все-все почти обязанности оказались выполнены, то вот, к сожалению... Какие вы обязанности выполнили? Ну как, я обеспечивал семью, супруга не работала, я занимался добычей. Вы купили большую квартиру в центре города? Да. Молодец, сделали ремонт? Да. Я тоже делала ремонт, осталась без квартиры. Теряли все деньги, здоровье на этом ремонте? Ну и жена-то сейчас в этом доме живет, в этой квартире? Да, конечно, да. С детьми? Да. А вы? Ну, и я тоже. Это как Покровский ворот, помните, в кино тоже. Высокие отношения. Любят. Согласна. Высокие отношения. К чему? Ну, так получилось, во-первых, это необходимо сейчас дочке, прежде всего, хотелось бы, потому что, когда я уходил, и жил отдельно, она сильно переживала. А вы уходили к любовнице, да, у вас появилась эта любовь? Ну, да. Я собирался создать, в общем, и собираюсь создать семью, и так получилось, что была попытка. Я знаю, что ваша жена была не против того, если у вас появится возлюбленная, да, где-то на стороне? Ну, вот, получалось, что так, хотя в конечном итоге все равно это семью разрушает. Послушайте, это как же нужно, какой нужно быть несчастной женщиной, чтобы согласиться на похождение собственного мужа ради сохранения семьи? Это надо быть жадной женщиной, чтобы согласиться. Жадной? Конечно. А что, четырехкомнатная квартира в центре города, да, 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 а я думала, это какой же нужно быть несчастной, чтобы и на это согласиться? Нет, Лариса, это говорит просто об отсутствии любви к своему мужу. Андрей, вот скажите, если у вас сегодня сложится на программе с кем-то из девушек, ее же нужно будет через какое-то время куда-то везти, и что, будете делить квартиру, или как? Да нет, я думаю, что надо будет заниматься вопросом покупки дает впечатление такой отец семейства, ему нужна вот спокойная жена. Мне кажется, такому мужчине, как вы, видному найти женщину расплюнуть просто. Мне кажется, все должны просто виноградом вешаться на ваших плечах. Высокий, статный, правда, Роза? Да. Вот гляди, вот если бы мы не были замужем же, девчонки ведь обратили же внимание. Поэтому я и говорю, что нет ему достойных невест, ну, я была... Единственная одна была достойная, то замуж вышла, поэтому никто вам не годится и в подметке. Андрей, ну, все-таки, давайте определимся, уже есть опыт. На что будете обращать внимание в первую очередь? Ну, чтобы был семейный опыт. Если у нее будут дети от предыдущих браков? Никаких проблем. Ой, молодец какой. Нет, ну, почему нет, все, 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 какая-то профессия предпочтительная или все равно? Не, ну, какая-то профессия быть должна, человек должен работать. если она работает на чем-клубе с репетитершей, почему нет? Почему нет? Это же не значит, что она, правда же? Почему нет? Андрей, я еще знаю, что у вас существуют какие-то два правила по вашей эксплуатации. Озвучите, пожалуйста. Ну да, они довольно простые. Пловремя покормить и в сексе похвалить. Ой, я даже теряюсь. Поэтому и шест. Приемлем. Приемлем. Шест в студию. Имеет право, нет роз. Ну, такие мужчины, Таня, еще не есть. Прям первый раз тебя вижу такой, сибитого. Как будто пиво такого приятственного напилась и такая довольна откинулась. Ну не все же тебе. Мне тоже должно перепадать. Да? В конце концов, глаз-то должно радовать. Мне только девчонки красивый, глаз радует. Ну, извини. Я прям думаю не тянуть время, а начать знакомиться. Вы человек легкий, разговорчивый, я думаю, будет даже так интереснее. Я бы хотела только одно пожелание дать. Вы человек ужасно нестабильный. Я думаю, что вы свою жизнь во многих сферах перебывали, много чего видели. Вам нужна женщина, которая вас будет именно стабилизировать, которая будет уметь за вами ухаживать и одновременно создавать ощущение стабильности. Вот тот дом, в который будет приятно возвращаться. И не бойтесь повторить опыт с неработающей супругой. Не бойтесь. Потому что этот опыт может оказаться удачным. Второй. Почему нет? Пожалуйста, знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С кем вы? Я с подругами Лера и Людмила. Очень приятно. Подробнее узнаем о вас, когда посмотрим на экран. Татьяна, 30 лет. 9 лет пыталась заслужить у возлюбленного предложение руки и сердца. В итоге предпочла остаться свободной. У Татьяны собственное агентство в сфере развлечений. Готова стать хранительницей домашнего очага при условии, что будущий муж наимет домработницу. Бывший супруг привил Татьяне комплекс неполноценностей. Она стесняется своей привлекательности и надеется, что Андрей сможет раскрыть ее очарование. Танечка, это чем же вы должны были заслужить предложение руки и сердца? Ну, мужчина был очень ревнивый, и поэтому должна была зарекомендовать себя хорошим поведением. Он так прямо сказал? Да. То есть никаких опозданий. Дома должна была быть в 9 вечера. Видишь, опыт какой у него. А у него жена ревнивая. Могут саятись на этой почте. С подругами не разрешал, да, встречаться? К подругам он более-менее относился снисходительно. А вы из какой семьи? Где он вас подобрал? На вокзале? Вы были грязной цыганкой, которая просила у дяди, где он решил вас взять на поруки, перевоспитать. Нет, мужчина просто очень неуверен был в себе. У меня отец военнослужащий, и семья довольно-таки строгая. Скажите, а что же это такое за любовь и такое неуважение к себе? Почему? Ну, наверное, какая-то болезненная любовь. Я думаю, что у каждого есть какие-то комплексы. У вас они были? Нет, у меня не было, но и дно мужчины моего были. Вы долго с ним прожили? Вы даже ребенка ему умудрились родить? Просто с каждым годом все как комом нарастало. Ну, посмотрите, нет, Танечка, а он был психически здоров? Да. Ну, садились, наверное, за стул переговоров и разговаривали. Просто, наверное, мужчина немножко морально не был готов видеть рядом с собой красивую женщину. А почему вы были морально готовы оставаться? Вот я не могу понять. Обеспеченный, наверное, да? Достойный содержание давал. Ну, конечно. Ну, тогда, наверное, имел право и спрашивать, и задавать вам те условия, которые бы его устраивали. Ну, я тоже всегда работала. То есть, что же получается, любовь прошла, золотая клетка не устраивает. Танечка, я знаю, что как только ему не угодно было отвечать на какие-то ваши вопросы и требования, он тут же уезжал на дачу, чтобы переждать там, да? И это вас тоже устраивает? Да, наши конфликтные ситуации всегда заканчивались одинаково. Мы разъезжались, то есть я оставалась дома, он мог уехать на дачу, командировка. Но все равно звонил по телефону и справлялся, дома ли вы? Нет, ну, конечно. Мало того, я даже знаю, что после того, как Танечка развелась, он и сейчас звонит где-то в половине девятого и узнает, дома ли Татьяна. Ваши дети дома, 22.00. Ну, уже, конечно, не в такой острой форме все это происходит, но все-таки он может, если там... А вы мне задавали вопрос, а ты кто? Вот теперь уже. Ну, я не конфликтный человек, я не хочу никаких конфликтов. Ребенку сколько лет? Ребенку 7 лет. А папа видится? Конечно. Помогает? Он контролирует вас сейчас? Нет. А вот девчонки улыбаются, сидят, видать, есть что сказать, да? Ну, я была недавно, буквально свидетелем, не так давно, когда, мало того, что не общайся, не ходи, мужчины даже рядом не должны находиться в зоне досегаемости. А что врет тогда? Ну, понимаете? Сидит нам прямо прямую это. Нет, она не врет, она правильно говорит. Видишь, они, видно, подружками договорились. Видишь, разные, разные версии. При мне была ситуация. Мы сидим, бизнес обсуждаем, у нас коллеги по работе, у нас там мероприятия. Звони, Татьяна, так, тишина, мужчина, молчать. И начинается разговор. Потому что если где-то, вдруг, там, на каком-то задании... Тогда что? Хорошо, если где-то... Тогда начинается скандал. Какое наказание последует? Мне это интересно. Никаких наказаний, просто я не хочу конфликтных ситуаций. Он вам не муж. Человек не конфликт. Нет, а какие могут быть... Он отец моего ребенка, с которым я, в принципе, общаюсь хорошо. Я так думаю, Таня, вам нравится ситуация, в которой вы жили столько лет и продолжаете жить. Вам даже нравится, наверное, у девчонки мой звонит. Парни, молчите. Такого не было никогда. Может быть, это в другой форме? Как вы решились? Потому что у меня нет запретов. Вы думаете, что я просто не хочу обострения? Мы с вами будем встречаться, простите. Потом будет звонок, а вы миша. Сейчас я поговорю. Ну, как это будет выглядеть? Очень красиво будет выглядеть. Нет, ну это глупость. Если я как-то создаю свою семью, значит, я создаю свою семью. Нет, для того, чтобы создать семью, нужно как минимум приходить поздно вечером домой, созваниваться с любимым в любое время. И это не его собачье дело. Во сколько вы пришли? Вы взрослый человек. И с кем вы общаетесь? А потом не пройдет Андрей кастинг у вашего мужа. Он скажет, не нравятся усы и вообще... Будет бой быков. Нет. А зачем он должен биться? Папардонте. За что еще надо было бы выяснить? Как это за что? Ну, знаете, у нас такая Татьяна, что за такую женщину можно и побиться. А мы еще не знаем, какая Татьяна. Мы еще не знаем. А мы знаем. Девчонки, а мне кажется, что вам всем нравится вот такая ситуация. Да, вот так с гордостью. Мне не нравится. Меня не отпускает. Мой бывший, значит, у него еще есть ко мне чувства. Мы рассказывали историю, которая была год назад, но мы не говорим о сейчас, а что было в ближайшие месяцы назад. То есть он вас отпустил? У меня своя жизнь. Я пришла сюда, потому что я хочу строить свою жизнь, свою семью. Я хочу второго ребенка, потому что мне уже 30 лет. Я считаю, что в принципе я уже созрела для семьи и второго ребенка. И просто мой вам совет, уходя, уходите. Молодец. Второго ребенка хочет. Готовы ли вы на второго ребенка? Конечно. А как с вашей территорией? У нас нет территории. Нету территории. Нету? Нету территории. На вашей территории. Будете уже не оставить бывшей. Будем решать. Пустите к себе. Ну, конечно. Работает на территории. Не воопроград. Будем над этим работать. Спасибо. Татьяна. Покажите сюрприз, пожалуйста. О, ну, наконец-то. Давайте сюрприз. Это будет маленький тест для семейной жизни. Для будущей семейной жизни. Что я делаю? О-о-о. О-о-о. Все серьезно. Поддаться на выживание. Все серьезно. Надо немножко под... О! Спасибо. Спасибо, девочки. Можете пройти в свою комнату и оттуда посмотреть на нас. Мечина. Сильный. Максим, понравилась вам Татьяна? Хорошая девушка, но меня напрягает то, что начинают Андрея ломать сразу. Вот последний тест, вот он мне несколько показался преждевременным. А так девушка хорошая. Могла пирожки принести, правда? Да, могла. Хозяйка в первую очередь должна быть. Десятый раз повторяю. Очень трудно заставить человека жить так, как он не хочет и делать то, чего он не хочет. Ну, конечно, кто это нам, взрослым людям, может запретить приходить вовремя, звонить? Слушай, ты кто? Даже не женился. Это как себя надо не уважать. Но нельзя разрешать вытирать об себя ноги и нельзя разрешать собой манипулировать. Вот и все. Поэтому так хорошая девушка, я думаю, если вы возьмете в свои руки ее и все перелюбите по-своему. Хорошо. Да? И покажьте, кто в доме хозяин и как должно быть по-настоящему. Что такое, не женился, вытирал ноги? Что за глупости? Уж очень меня подружки смутили. Почему, Роза, объясни? А что, не то советуют? Не то советуют. И вообще сидели, помалкивали, говорили, да-да-да, у нас умница-красавица. Что спорить со свахкой-то? Правда? Правда. А-а-а. А я-то думала, я наоборот всем говорю, говорите правду, задайте вопросы. Пусть правду говорят. Нам сразу понятно становится. Вот эта рыжая сваха, она вообще противная. И мне кажется, мы ей сразу просто не понравились, потому что мы ее просто антиповоды. Ну, очень детская, конечно, позиция. Вас буквально вызывали на бой. Сначала рассказом о супруге. Более того, подружки попытались подлить масло в огонь, скажем так. Потом, во время сюрприза, вас тоже вызвали на такой импровизированный бой. Это, наверное, неплохо. Она вас хотела просто совершенно искренне заинтересовать. Да и вы бойцовый мужчина. Красный галстук, сексуальная энергия. В общем, прет, потому что мужчина в красном галстуке всегда демонстрирует свою заинтересованность. Поэтому мне кажется, что она, в общем, очень правильно вам этот вызов бросила. Мы познакомили нашего жениха с первой невестой. Дальше у Андрея еще две встречи. В эфире «Давай поженимся». Это программа о том, как найти свою любовь. У нас в студии Андрей. Идите, идите и знакомьтесь со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Приятного познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Учителька такая. Да, сейчас послушаем историю. Здравствуйте, дорогие дамы. Мне бы хотелось произвести вам вот такой. Пусть он не весенний букет, пусть он летний, но вам будет приятно. Абольдеть, спасибо. Должно быть приятного общения с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Подкупила. АПЛОДИСМЕНТЫ Подкупила. Нет, я думаю, такой подкуп, Лилия, так резкий запах такой имеет. Но может кому-то нравится. Ну, чтобы о вас получше узнать, давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга с 34 года. 10 лет исполняла роль музы для собственного мужа и воспитывала троих детей. Муж не оценил ее усилий и завел параллельную семью. Ольга – креативный директор в агентстве по организации праздников. У Ольги есть пунктик. Она не сможет полюбить мужчину в грязной обуви и без маникюра. И надеется, что у Андрея и ботинки, и руки в идеальном состоянии. Ваш муж, так же, как и Андрей, почувствовал себя рядом с вами и тремя детьми одиноким? Да нет, я бы не сказала, что одиноким. Просто я слишком много давала свободы, потому что любила, и это творческий человек. Я думала, что мужчине нельзя подрезать крылья. Что если люди любят друг друга и доверяют, то на этом строятся семейные отношения и брак. Ну, получилось, что я ошибалась. Человек уехал в командировку... А троих детей от него? Да. От межкомандировками он вам. Он музыкант. Он уехал в командировку, и через полгода, пока я воспитывала детей... На полгода? Это на Луну, что он летал? Нет, это в Сочи. А почему вас не взять в теплые края с тремя детишками? Тем более вы не работали. Я работала. Я всегда работала. Ну, по мере того, что был там бизнес какой-то определенный. Олечка, ну вы же понимали, вы же взрослый человек. Ну куда мужика на полгода отпускать? Тем более в Сочи. Все ходят раздетые, красивые. Мне об этом говорили все друзья, даже мужчины. А вы такая самонадельная, что ли? Нет, я говорила, что если люди любят друг друга, возможно, да, конечно, может быть, какие-то связи. Для меня самая страшная была измена, это духовная. То есть я прекрасно понимаю, что мужчина есть мужчина. А духовная-то как? Вот как физически, я поняла. Физически, да. Так как он вас предал духовно? Я это почувствовала. Он влюбился? Да, конечно. Муж загулял, да? Ну что, а как вы хотели-то дома трое детей и жена? Потом я узнаю, что эта девушка беременна. Ну и находя там какие-то фотографии, которые... Ну я так думаю, что он меня просто подводил, потому что я очень решительный человек. Может быть, он вас просто провоцировал на какие-то чувства, на отношения? Ну как по-другому объяснить? Если заставка в компьютере, они оба обнаженные целуются. Оставлял... Ну это заставка загружена фотографии, он перекачивал друзьям, да. Которые вместе с ними там работали и отдыхали. Я не думаю, что он провоцировал... Он закрывался в ванной, писал СМС, да. Я приняла решение и подала на развод, и мы развеялись. А вы не говорили, не напоминали ему о том, что у него трое детей? Может быть, нужно одуматься, какую-то ответственность за них нести? Вы ему не чужой человек? Нет, я считаю, что ради детей брак не нужно сохранять, если человек уже тебя не любит. Сильная женщина, решительная. Не побоялась с тремя детьми на развод подать. Это еще не конец истории, ведь он поселился с этой беременной барышней этажом ниже. Да. Купили квартиру, поселились ниже. А когда она родила ребеночка, вы еще помогали с ним сидеть? Нет, дело было маленько по-другому. Он звонил мне и говорил, мне нужна там кроватка, потому что у меня очень много друзей, у которых маленькие дети. Мне нужны там ходунки. Я очень отходчивый человек. Боже мой, Оля, о чем вы говорите? Потому что я считаю... Изменил, оставил вас с тремя детьми, подонок, поселился в квартире ниже этажом. Вы еще сидите с маленьким детем, по-любовнице, чтобы ваши дети, а не братики и сестрички, чтобы были все вместе. Психологическое состояние моих детей для меня очень важно. И я считаю, что когда они вырастут, они все поймут. Вот чему учите? Что все можно? Нет. Каждый человек принимает свои решения и отвечает за них. И так вот перед глазами, он у тебя бродит, твоя любовь, отец трех детей. И вот с этим как можно жить спокойно? Вы москвичка? Нет. А живете в Москве? Сейчас да. А дети где? Дети остались на Алтае. А с кем они там? Они остались с бабушкой. Дело все в том, что я уехала по вынужденной ситуации. В квартиру, в которой мы проживали, я не была прописанной, дети тоже. И он сейчас туда заселился, и мне просто... Как это? Ну, обыкновенно. Ну, у меня здесь... Но ведь он же купил квартиру снизу, какая разница? Ну, там однокомнатная, там трехкомнатная. Нет, то есть у него не хватило великодушия оставить матери троих детей эту квартиру? Ну, дело все в том, что меня пригласили работать в Москву, я приехала. Вы по-прежнему продолжаете его извинять? Вот я не могу понять. Она оправдывает всегда мужа постоянно, что вот он... Любит. Любит. Значит, любит. Если дети в любом случае будут претендовать, потому что им это достанется, я заработаю сама, я всего добьюсь сама. Да сдохните, пока начнете зарабатывать, и пока заработать. Что вы делаете? Детям вы сейчас нужны... А его надо наказать. Летом я детей заберу. Ну, хорошо, ваша жизнь... А вы готовы? Там трое. Серьезно. Созляете? Это вам не то... Это не квартиру зарабатывать, это вообще пупок надорвете. На самом деле я не ищу отца своим детям, у них есть отец. Я ищу для себя мужчину. То есть она может родить совершенно спокойно четвертого ребенка. Желание есть ее. Вы любите петь песни? Да. Отлично. А лучше бы спросить, какая зарплата у тебя, а не какие-то... Любишь ли ты песни петь? Что ж вас жизнь-то не учит ничему? Потому что иногда в самой трудной ситуации, которая случается, спасает анекдот, песня. Это чувство юмора называется. У вас есть какие-то вредные привычки? Пьете, курите? Не курю иногда, выпиваю, да. А вы? Да. Курите? Нет, не курю, но выпиваю. Нашли, нашли. У меня такая профессия, что... Да, приходится. Какая? Что вы пугаете? Работа с артистами иногда обязывает. Встреча, проводы, отметить данное событие, что делать. Что-то в нашей профессии я не заметила, что мы любим подбухнуть. Да. Сюрприз покажите. Да, конечно. Мне бы хотелось для сюрприза пригласить своих подруг в помощь. Можно? Пожалуйста. Такой сейчас она еще сюрприз придумает. Мы очень любим путешествовать, Андрей. И из недавней поездки в Горный Алтай мы привезли один обряд. Нам бы хотелось, чтобы этот обряд провела Леля. Леля, давайте попробуем. Это колдовство. Слушай, сейчас чем-нибудь медитировать будут. Или что-нибудь там колдовать. Правда, для проведения обряда мне нужно обезть плоток. Слушайте их случайно, а? Да, кстати. Нет, да, вы не смотрите. У меня процесс пошел. Нет, этот обряд, это обряд благословения духов. Чтобы сердцам было легче найти друг друга. И сердца стали зрячими. Что-то там шипит. Я даю вам в руки вот этот вот священный камень со священной горы Кадын Бажи Уч-Сюмер. Дайте, пожалуйста, друг другу руки. Так, Олечки, я сразу камень. Так, давайте возьмемся за руки. Мужчина должен положить свою руку сверху. Вот так вот. Чтобы, то есть, накрыть женщину своей заботой. Так, камень. Ну, салтай, что еще? А, ну вот видишь, приворот. Оля, не отпускай руку. Сейчас пожар будет. Посыпет пеплом голову. Еще и нас тут сейчас накроет дымом. Все будем любить. Лети, лети, ни в кого не попади. Кто наступил, тот и полюбил. Андрюх, держись. Держусь. Причем за меня. Уже кольца одевают. Так, обменяйтесь кольцами, поцелуйтесь. И все. ЗАГС. Держите до конца программу. Давай. Да. Ага, сейчас до конца. До конца шутки нет. Вы еще, Алтай, благословили вас. Да. Если вырастет хвост до конца программы. Отгрызем. Я прямо при всех заставлю отгрызать. Все, идите с мером в свою комнату. Пойдем, Андрюш. Девочки, все серьезно восприняли. Я надеюсь, жених не испугался. Максимушка, милый. Да, да, да. Как? Ну, если Андрей решит, допустим, продолжать отношения с этой героиней, то для начала ему надо будет решить задачу, как избавиться от подружек. Правильно, милый. Это первое. Конечно. Надо будет тогда избавиться еще и от друзей от него. Второе, то, что мне однозначно не понравилось, это решение однозначное потешить свое эго в ущерб интересам детей. Да, то есть она выгнала мужа, не задумываясь о том, хорошо это или плохо для ребенка. Что же он такое говорит? Какое эго. Она могла подать суть, подать суть, в конце концов, отсудить какие-то вещи. Нет, Миленький, психология российских женщин. Нарожала троих и думала, куда он теперь денется, а вот деваются, понимаешь? Но это вот проблема Ольги по молодости. Ну, так случилось. Было и было. У кого чего только не было из нас, правильно? Троих детей родила, боже мой. А лицо, а умница, а не сломалась. Правда? Какая стойкая. Да, какая подготовка. А злобленность. Вот по поводу подготовки я вам хочу сказать. Ты знаешь, первый сюрприз за все время, который мне агрессивно не понравился. А тебе? Ну, мне не понравилось лишь одно, что он был проведен без особого спроса со стороны Андрея. То есть вас не спросили, хотите ли вы участвовать. Ну, в общем, девушки ничего плохого не делали. Конечно. Мы же... Ну, конечно, это будет одно что-то благоразумное. Чебрец пожгли. Ну, как-то, знаешь, так больно, однако. Не знаю, мы с Розой люди попроще, да? Да. Со звездами на вы. Да. Боимся мы с тобой, Роза, в общем, таких людей. Боимся, боимся. Чего-то тут прямо не то. Как в бане. Чего-то пожгли. И с чем останешься, тоже неизвестно. Карманы проверьте. Ну, шутки шутками, что я хочу сказать. Я присмотрелась, Андрюш, а по поводу подруг... Чур-чур-чур. Я увидела в ней, с одной стороны, бойцовские качества. Она действительно за себя умеет постоять и перед мужем пыталась за себя постоять, но за детей не постоял. Это все с детьми обговорено, и дети сами так решили. На мой взгляд, в этой ситуации себя нужно было вести по-другому. И детей ограждать из себя, ограждать от душевных терзаний. Нужно себя было больше любить, а не пытаться взять на себя больше, чем можешь. Но будем надеяться, что сейчас она любит себя уже больше. Через несколько минут у Андрея третья встреча. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». Сегодня мы ищем пару Андрея. Идите и знакомьтесь с третьей невестой. Здравствуйте, Андрей. Приятно познакомиться. Пойдемте дальше. Пойдемте. Мы вроде здесь для этого. Полыше, чем прошлого. На барабашку Кузя похожа. С кем вы пришли? Я пришла со своими подругами. Это Галина и Нина. Остальное узнаем. Посмотрим на экран. Лариса, 42 года. За 8 лет возлюбленный 4 раза сделал ей предложение и всегда получал отказ. В итоге родила ребенка от другого, но замуж так и не вышло. Лариса работает стилистом в салоне красоты, но хочет стать его хозяйкой. Получает второе высшее образование. Лариса мечтает устроить пышную свадьбу и венчание с идеальным мужчиной. Ей кажется, что Андрей достоин повести ее под венец. Андрей, ты достоин. А те мужчины, которые были в вашей жизни, почему не были достойны? И даже отец вашего ребенка, расскажите. Ну, дело в том, что случайных встреч в моей жизни не было. То есть каждый раз это были браки гражданские. Но до ЗАГСа я каждый раз почему-то не пожелала дойти, потому что в каждом случае мне казалось, что я очень одинока. То есть мы не в ногу. Мы не в одну сторону смотрим. Каждый живет своей жизнью. И на каком-то этапе союз прекращался. Ларисочка, но ведь за что-то влюблялись вы в этих мужчин? Нет, конечно. Был один союз на протяжении пяти лет. По его инициативе он образовался. И спустя года три или четыре человек начал мне мстить за что-то. А в чем месть заключалась? Как он себя вел? У нас были неполноценные отношения. Это как? Ну, безинтимные. Безинтимные? Да. И сколько лет? Полтора. Он меня провожал на работу. Встречал с работы. На вопрос, давай поговорим, я не готов к этому разговору. А вы не пробовали просто взять его за руку где-нибудь в подворотне и сказать? А ну-ка быстро колись. А, я спросила его, что же это было? Я мстил тебя. За что? Не знаю. А, однажды ты ущемила мое достоинство. Как? Но каким образом я не могу себе представить... А вспомнить на зло бабушке отморожен? Нет. Ну так расскажите мне. Ну, так должно быть, видимо. А про отца ребенка, чем он вам не угодил? Спустя полгода наших отношений, то есть, ну, приятно было, нравилось. Мы друг другу нравились. Я смотрю, человек не в дом, как-то все вне дома. На сторону все у нас. Что вне дома? Ну, все для друзей. Ну, ее так трудно, у него период в это время был. Я думаю, а ну-ка приглашу я его на день рождения, на него в ресторан. Покажу, что семья. Ну, вот так выглядит. Спустя три дня был Новый год. Он пришел домой в 11 часов ночи. На вопрос, где ты был, он отвечает. Я развозил друзей по гостям. Я с прической, в платье. Я подумала, ну... А кто он был по профессии? Прораб? Да. Ну, и вам, наверное, еще и... Скучно было, конечно. Но факт тот, что в тот момент я была уже на первом месте беременности. И решили оставить ребенка? Сколько сейчас ребенка? Два с половиной года. Поэтому их и надо действительно планировать, а не рожать. А он общается сейчас, нет, с девочкой-то? В кругу наших общих знакомых он нас раза три видел, но он к нам не подходит. Ему не хватает стержня, что ли, просто сделать поступок просто. Он меня боится, я думаю. Вы знаете, у меня такое складывание впечатлений, Ларис, что вы мужчин за мужчин не считаете, и что вы их всех обижаете, походя или не походя. Да почему, Ларис? Может быть, у вас такое ощущение, что вы проживаете не свою жизнь, что вы действительно большего достойны. А может быть, вот мои подруги мне говорят, у тебя такое терпение, на твоем бы месте я бы уже давно... А что вы... я еще не так... я не поняла, что вы сделали-то. Что вы... или не сделали, а терпение от чего? Я просто не встретила у него рыцаря. Если женщина в 40 с лишним лет ждет принца, это диагноз. Ну, если вы сказали, ждете рыцаря, наверняка вы его до 42 лет намечтали, каким мужчина не должен быть? Злым. Он должен быть добродушным. Детей любить, конечно. Ну, не злиться. Есть диалог, в конце концов, всегда есть диалог, всегда можно договориться. Не раздражительным, да? Конечно, конечно. Девчонки, помогайте. Да. Помогаем. Ну, что мы хотим сказать? Во-первых, обратите внимание, какая наша подруга. Рыжая – это практически уже, ну, я не знаю, наверное, эксклюзив. На сегодняшний день настоящая рыжая. Рыжая какая, эксклюзив, что ли? Вы у нас не конкуренция. Но вас мало. Вот, потом, действительно, девушка наша, она очень такая романтическая натура, очень такая творческая. А готовить она умеет? А однозначно, чем женщина старше, тем вкуснее борщ. На бабушке жениться можно тогда. Ну, да, конечно. Будет вкусный борщ, пампушки. Ну, да. Обратите внимание, борщ с пампушками – это ее коронное блюдо. Целеустремленно. Поверьте, второе образование выше. А зачем мне второе выше-то образование? Развиваться дальше. Куда развиваться? Дальше. С мужем надо было заниматься, а не развиваться. Он дочка подрастает. Две все возрасты покорны. Лариса, а как отдыхаете? Не ездите куда-то? А вот что делаете дома? Кто-то любит вытирать пыль, кто-то пылесос. Люблюсь играть на рояле. Ну, для души. С пампушками. На рояль прям поставят на рояль. Ларис, не чувствуете себя уставшей в 42 года? Нет, вот есть такое выражение. Под горку или в горку? Ну, пожалуй, еще не под горку. Да? Покажите сюрприз. Сюрприз. К вам случайно пришла тоска. Сразу изменился вдруг мир слегка. Такие моды пели «Женить своим невестам в Испании где-нибудь». Подруга, что без друга вам не прожить, не с кем свои радости разделить, что наконец вам нужна жена или подруга. Вера, вера и надежда. Субтитры создавал DimaTorzok Верь, что улыбнется счастьем. Молодец, правда? Да, да, да. Спасибо вам. Здорово, девчонки. Скоро узнаете, кого выбрал наш жених. Спасибо. Спасибо. Вот так вот. Нормально. Вот. Жена. Надо послушать. Конечно. Максим, впечатления? Хорошая претендентка. Креативная. Подарок порадовал. Действительно порадовал. Необходимо еще работать. И, как мне показалось, несмотря на 42 года, недостаточно сформирован характер. Нет внутреннего стержня. Все время еще почему-то находится в поиске. Хотя, казалось бы, по крайней мере, мне так кажется, что в какой-то момент необходимо сказать, все, стоп, хватит искать, надо начинать жить. Тут уже, что уже сформировалось? Я бы не согласилась. Мне кажется, Лариса завышенного о себе мнения. И на гитаре играет, и на пианино замечательно. И рыжие подружки подливают всегда огонь-то у нас необыкновенная такая. Я так думаю, что я, Лариса, задавала вопрос. Лариса не уважает мужчин в первую очередь. И потому нет ответного чувства. Хочешь, чтобы тебя любили, люби. Если с таким самомнением и вот с такой подачей относиться к жизни и к мужчинам, будешь сидеть одна. Но это противоестественно. Не быть ни разу замужем. По-моему, что-то как-то неправильно нас поняли, да? Если вот так с мужчинами разговаривать, вот так всегда я королева. Любите меня такой. Не будут любить. Нет. А тебе что показалось, Роза? С тобой полностью согласна. Более того, в общем-то, как было заявлено в самом начале нашим женихом, нам нужна женщина с опытом, да? Причем с таким уже пройденным опытом. Потренировавшись на других мужчинах, я в плане опять всего нашего же эго, да? Сколько терпения. Может быть, Василиса за нас заступится? Ну, в общем, могу сказать, что, конечно, нужно работать и над самомнением. Не то, что его занижая, а делая более адекватным. И хорошо было бы Ларисе научиться адаптироваться к той обстановке, которая есть. То есть научиться слышать окружающих. Огненная луна, а у нее огненная луна, очень часто дает вот этот эффект, когда человек не слышит никого, кроме себя. Такой эффект глухаря. Ну, так и я тоже самое сказала. То есть ты со мной согласна? Да, абсолютно. Через несколько минут мы узнаем, кого выберет Андрей. Максим, кого же вы посоветуете своему другу? Татьяна, это покупка дома с привидениями. Там очень много фантомов, остатков прошлой жизни. Если даже вы бы вышли, вернее, даже согласились, я бы вам ножки, наверное, поотпиливала бы. Нет, это исключено, это не наш. Не наш вариант, это не твой мужчина абсолютно, это неравный партнер. Ольга, это действительно очень позитивный человек. Но есть свои нюансы. Есть какие-то тонкости, в которые вот мне, в принципе, до конца, до сих пор непонятные. Это твой мужчина, да? Да. Если он за тобой сейчас зайдет сюда, ты что, пойдешь? Конечно, хоть на край света. Лариса, это, как я уже говорил, такой достаточно своеобразный человек, который, пожалуй, с вами соглашусь, она не в полной мере уважает мужчин. Это я сказала. Не то, что не уважает, она в большей степени, она не готова отдать свою любовь безвозмездно. Если выберет тебя, то ты за ним следуешь. Да. Хорошо. Я бы, конечно, вас видела рядом с Ольгой, потому что она адекватнее всех, она приятная, она умная, она с опытом, как вы и хотели. Все понимает, грузить не будет, обвинять не будет. Мне кажется, она очень будет комфортная в быту для вас. Но подружек придется отвадить, а то пойди, знай, что они там наколдуют вам в следующий раз. Я за Ольгу. А вы видите, как он сразу счастливый стал? Видите, какой он засиял? Глава присутствует, да. Он к ее совету. Ой, где мои 17 лет? Татьяна, молода, а все равно вот сама знаю по себе, как приятно быть с молодежью. Хотите продлить себе молодость и еще позажигать с Танюшкой? Я за Танюшку. Василис, заглянем в ваш гороскоп и будем действовать методом отсечения. Ваша Венера в знаке Тельца, а значит, девушка вам нужна крепенькая, плотно сбитая, совсем не худышечка. Значит, Татьяна нам уже не подходит, больно таща. Черт, это зависть. Завистница. Значит, соответственно, у нас остаются Ольга и Лариса. Потом, вам не подходят абсолютно девушки знаков Водолея, Скорпиона и Льва. Значит, и Лариса не подойдет тоже. Остается Ольга. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. И вы прислушайтесь к своему сердцу. Сейчас на экране появятся наши будущие герои. Если кто-то из них вам понравится, и вы захотите с ними познакомиться на нашей программе, отправьте СМС номером участника на номер 4-4. Анастасия, 23 года, номер 869. Логист в нефтегазовой компании. Любит готовить, поэтому ее супруг всегда будет сыт. Хочет познакомиться с брюнетом спортивного телосложения, которому готовы родить двоих детей. Андрей, 29 лет, номер 873. Бизнесмен, руководит несколькими компаниями. Увлекается тайским боксом, йогой и картингом. Ищет воспитанную и интересную девушку, готовую поддержать его в трудную минуту. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей. В любом случае, выходите. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рада за вас. Давайте. Ура! Ура! Приворок, девчонки! Столько что на наши глаза сложилось пары. Хочется надеяться, что Андрей и Ольга когда-нибудь скажут друг другу. Давай поженимся. Я искренне им этого желаю. Если вам понравились девушки, которые сегодня боролись за внимание Андрея, но не были им выбраны, пишите на сайт Первого канала. Выражайте свои симпатии, заполняйте анкеты и становитесь участниками программы. С вами была Лариса Бузеева. Искренне желаю вам, чтобы любой человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. АПЛОДИСМЕНТЫ